Вот мои досочки для брудера. Да, Тобик? Да. И сейчас мы приступим к изготовлению. Не знаю как, но приступим. Да-да-да-да-дам. Вот так отпиливаю досочки сама пилкой. Вот уже эти отпилила. Вот они стоят. А эти еще только пилю. Вот одна часть готова. Привет! Вот так мы делаем. Одну часть Дианочка сделали. Так, сейчас начнем вторую так уже делать. Ну что, забиваем? Да. Вот такая у нас конструкция уже. Вот такая. Вот. Сейчас мы еще вот это забьем. Потом вот то, что там стоит. Да, Диана? И что это будет? Мой домик! Если ты цыпленок, то да. Домик для цыплят. Ну вот, коробка готова. Там уже сделали. Вот такая. Сбила ее из секций. На три секции будет. Такая, такая, такая. Ну, потом сейчас буду сбивать сеткой. В сетку я прибила вот так вот гвоздиками. Вот таким образом. Вот, пожалуйста, на деревянный подмост я положила кирпичи. На них доски. На этот помост, застеленный клеенкой, я положила фанеру. Вон там фанера. И сверху положила клеенку. Это выдвигается вот из-за кирпичей. Вот. Получается вот такой выдвижной ящик, с которого можно клеенки снимать и опять постелить. Все, чтобы удобнее было. Вот такая выдвижная полочка, чтобы удобнее было убирать какашки. А сейчас я постелю вот эту сетку сюда и поставлю свой, ну, тот брудер. Вот, я поставила сетку. Сейчас буду брудер ставить. Секлята мои пока сидят в коробке. Домик готовится. Так, продвигается работа. Вот одна часть сделана уже. Здесь сетка. И тут. Сейчас дальше буду делать. Ну, вот сетка прибита. Здесь даже пленка, чтобы не было сквозняка. Тут сетка. А там у меня на досках лежит сетка. И померк, чтобы не собирался на доске. Я вот что придумала. Я взяла линолеум. Старенький перезала, отрезала. И вот так вот постелила. Она будет скатываться. Там я уже с поддона буду убирать. Вот так у меня линолеум лежит со всех сторон. Сейчас здесь только доски. Сейчас я тоже сюда положу линолеум. Ну, вот он уже почти готов. Это отделение для самых маленьких, потому что у них лапки маленькие, чтобы не проваливались. Сверху на такой сетке я положила еще мелкую сеточку. Ну, потом постелю, чтобы пройдятся, вылупятся. Постелю еще мягкое что-то. Это для вот больших, которые подросли. Вот для них такая кормушка из бутылки. Я сделала, подвесила ее. И водичка. Ну, это еще для малышей тоже. Так как у меня поддона не хватает до конца, поэтому пришлось застелить здесь. Воку линолеуму. Ну, ничего. Это запасной вариант. Ну, все. Сейчас повешу так называемые дверцы, чтобы они не выскакивали. И буду заселять. Ну, вот. Запустила цыплят. Пусть осваиваются. Посмотрим, чего им там не хватает. Сразу пить, кушать. Просидели в коробке. Окно у меня открыто. Воздух свежий. Потом нужно будет придумать им какие-то насески, потому что они уже большие курочки. Может, я им палочку положу. Не знаю, еще подумала. Найду какое-то бревнышко, положу, чтобы они были. Ну, вот. Закрываю навесочку. Вот такая нехитрая конструкция. Дверца. Какую смогла, такую сделала. Вот просто занавеска внизу закреплена. И я ее выворачиваю, когда мне надо. А так, вон они все. Цыплята. Находятся. Кушают, пьют. Хочется им полетать, куда-то залезть. А с бутылки они скатываются. Потому что она скользкая. Ну, ничего. Скоро уже тепло будет. Пойдете на улицу. А сейчас пока открытое окошко. Закаляйтесь. Вот им еще развлечение повесила. Крапива, молодая крапива. Вот, как хорошо, витамины. Давайте, испугались, пока я вешала. Не успевали. Ну, линолеум. Конечно, он не обязательно, если бы у меня был нормальный брудер на ножках. Но так как я делала его сама, и там лежит доска, мне пришлось сделать там линолеум. Ну, я думаю, с линолеума легко счищать, опять же, на сетку. А там уже поддон, там упирается. Ну, идите, витаминки, витаминки кушайте. Вот, молодцы. Развлечение для вас. Ну, разошлись, стали уже клевать. Ну, вот, шустрые беготеи. Хорошо. Я думаю, что когда у меня будут уже другие цыплята, уже скоро они вылопятся другие, они будут привыкать к запаху друг друга, чтобы потом друг друга не клевали. Мне так кажется. А там посмотрим. Вот такой получился домик для цыплят. Средняя часть, где уже большие цыплята, находятся там. А этих малышей еще не готовлю. Вот эту палку я положила сверху. На нее прикрепляется кормушка, и на нее же можно вешать лампу обогревания. По-моему, это неплохо. Вот, посмотрим. О, шустрые. Высота бегора у меня... Сейчас скажу, 54 сантиметра высота. Поэтому, но вряд ли они перепрыгнут. Так как они уже летают, то все-таки высота достаточная, чтобы они не перелетали. Ну, а видеть, хорошо свет падает. Тепло они закаляются, потому что они под лампочкой были только первые две недели. Ну, не даже дней 10, наверное, они были обогревались. Потом я выключила свет, так как они в комнате. В комнате у нас 20 градусов тепла. Это нормальная температура. Каждый день я проветриваю. Сейчас постоянно открыто окно, чтобы они привыкли к свежему воздуху. Так как жители на улице. Хорошо на улице. О, разбуянились что-то они, разбуянились, непонятно. Что-то они шустрые. Видно, долго сидели. Теперь хочется им попрыгать, побегать, побеситься. Ох, и шустрые. А вот где же они будут спать? На линолеуме. Нет, надо жердочки. То есть, к ночи я должна придумать жердочки, на которых они будут сидеть. И, наверное, на линолеуме. Как раз было бы очень удобно. Или над сеткой даже. Над сеткой даже еще лучше. Если помимо, будет сам скатываться туда вниз. Отлично. Ну что, я молодец, довольна своей работой. Молодец. Вот я им принесла спенечки, чтобы они могли ночью спать уже на насестах. Ну, пусть на таких бревнышках посмотрим. Да не пугайтесь, не пугайтесь. Идите, вот я вам положила. Все, освоиться нечего. Вот такой хороший домик получился. Вот цыплят. Помоем, все отлично. А вот залез цыпленок. Сверху покачается на качелях. Вот они уже освоили. Палочки могут там сидеть. И нет, еще месяц. Им 13 числа будет только месяц. А сегодня у нас 4 апреля. С 8-3 недели цыплятам. Опа. Качели. Интересные качели. Да, не очень-то запрыгнусь. Запрыгивают и соскакивают. Ну, ребята, с новосельем вас. Пошла я делами другие заниматься. Козочки меня ждут. Пока. Пока. Приятного апреля. Продолжение следует...